Все, тихо. Всем привет! У нас что-то еще очень мало народу присоединилось. Ребята, давайте... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Торзок Ребят, всем привет! Я сегодня с ретрит-центра, с Нараяны. У меня сегодня второй день ретрита. И поэтому вот в таком чудесном месте, в номере. У нас сегодня тема «Границы без границ». Давайте мы поговорим об этом. Я, как обычно, сделаю небольшой эфир, чтобы было удобно посмотреть, кто не смог присоединиться на эфире. Что такое «Границы без границ»? То есть давайте начнем с того, что такое вообще «Границы» и стоит ли их вообще обозначать, обозначать в первую очередь для себя. Да, безусловно, пока мы не обозначим свои границы, в первую очередь для самих себя, то мы никогда не сможем эти границы расширить, сузить и познать себя. Что такое «Границы», для чего они нужны? То есть «Границы» — это в первую очередь познание себя. В первую очередь ты прощупываешь себя, что ты можешь, что тебе хорошо, что тебе удобно. От чего ты испытываешь определенные эмоции? И это очень важно познать, потому что пока ты не познаешь, не увидишь, не прочувствуешь себя, что для тебя комфортно, что для тебя комфортные слова, что для тебя комфортные действия, что для тебя комфортные люди, ты никогда не узнаешь себя, то есть ты никогда не сможешь повернуться к себе. Что такое повернуться к себе? Это, как я говорю, повернуться к себе, это увидеть свою душу, увидеть то, что есть в вас, то, что есть. Единственная неизменная вещь в этом мире – это ваша душа, которую вы можете только познавать. То есть она не может стать больше, она не может стать меньше, она не может стать какой-то там глубже, шире, горячее, холоднее, ещё что-то. Она всегда есть, и вы её можете только познавать, только углубляться вглубь себя, вглубь себя, познавая себя. Но чтобы это сделать, чтобы углубиться туда, изначально вы должны расставить границы, в первую очередь для себя, чтобы почувствовать это. Что такое границы без границ? То есть когда мы познаём себя, когда мы уже утверждаемся в самом себе через наши границы, тогда у нас идёт расширение самого себя, тогда мы можем эти границы расширять, тогда мы можем этими границами уже варьировать. То есть мы можем, если изначально нам было комфортно вот здесь, потому что мы себя вот такими чувствовали вот здесь достаточно комфортно, это знаете, как я научился быть собой в квартире, потом я научился быть собой, выстраивать свои границы, чувствовать, как я себя ощущаю, что я могу познать, как я могу прочувствовать других уже, например, там в доме, потом на какой-то территории, и так всё больше и больше. Чем больше вы себя познаёте, тем больше вы себя начинаете чувствовать, тем больше вы начинаете расширять те границы, которые вы установили изначально, которые вы установили изначально. Потому что когда устанавливают вам границы, вас только могут зажимать, никто вам их расширять не будет, вас будут всегда прощупывать. Если вы установили свои границы, то вы можете расширяться, расширяться через эти границы, познавать себя через эти границы. И чем больше вы себя узнаёте, тем больше вы можете расширять эти границы. И когда вы тотально у себя есть, когда вы знаете, кто я, что я, то тогда отпадает надобность в каких-либо границах. Вот тогда вы становитесь безграничным. Что значит безграничным? Это значит, что вы при любых обстоятельствах, на любой территории, с любыми людьми, при любых действиях, высказываниях, еще чем-либо, вы всегда знаете, кто я есть. Вы всегда знаете, что я хотите. То есть у вас уже невозможно, чтобы кто-то сказал, ой, мне это нравится, попробуй, тебе тоже понравится что-либо. Если ты знаешь, что это не твое, ты всегда можешь сказать, у тебя не будет соблазн, а вдруг да, а вдруг это. То есть если ты себя знаешь, тебя уже невозможно вытащить со своего пути, то есть тебя невозможно сбить со своего пути. И если даже у тебя есть какие-то варианты, а вдруг там есть, то ты уже четко знаешь, как ты можешь вернуться назад. Вот это вот как раз про себя. Это как раз про те границы, которые у нас становятся в определенный момент безграничными. И именно к этому, наверное, мы и стремимся, чтобы быть максимально глобальными, чтобы быть максимально большими, чтобы быть максимально глубокими и всеобъемлющими. И тогда мы можем создавать событийный ряд в своем мире. То есть в маленьком мире с маленькими границами событийный ряд создать невозможно. Потому что выходя за эти границы, ты не можешь себе там, я не знаю, там создать кусочек моря. Когда ты выходишь из этого, то ты понимаешь, что там, не знаю, там горы какие-то, да. То есть ты не можешь вот в маленьком пространстве создать то, что ты хочешь. Ты можешь только предположительно создать то, что будет соответствовать тому, что у тебя за границей. Когда ты выходишь из этих границ, когда ты выходишь за вот эти вот шаблонные восприятия самого себя, то ты можешь создавать событийный ряд. Ребят, если есть какие-то вопросы, пишите. Приветствую всех. Приветствую. Приветствую тебя. Как понимать вниманием оживлять события? Я не знаю про что. Или вниманием создавать события. У нас сегодня на ретрите была тема про внимание. И она, наверное, немножечко не так воспринимается в общем понимании, как её вижу я. То есть я сейчас в двух словах расскажу. Если вдруг захочется, то я сделаю прям про это эфир. Смотрите, внимание. У нас очень многие говорят, что где внимание, там энергия. Но смотрите, что такое, где внимание, там энергия. Вот, например, ты внимание направил сюда, потом внимание направил сюда, внимание направил сюда, 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 неважно куда. В результате что получилось? Получилось в результате то, что ты распылился, то есть тебя нет нигде. В результате ты всё по минимуму, ты как будто как урывками какими-то воспроизводишь какие-то определённые вещи. А когда у тебя внимание внутрь себя, когда ты становишься этим вниманием, тогда ты можешь внимать внимание. И вот когда ты можешь внимать внимание, тогда ты делаешь тот событийный ряд для своего комфорта. Не знаю, ребят, насколько это понятно. Добрый день. Но это если в двух словах. То есть тут это такая тема, которую, наверное, чтобы передать то, что как я чувствую, как я ощущаю, наверное, проще было бы вопрос-ответ. Поэтому такие темы, которые по смене нашего мира, наверное, я всё-таки их оставляю на ретриты, чтобы было понятно. Потому что одни понимают по одному, другие по другому. И не приходят к определённым результатам, потому что восприятие. Восприятие через призму своего сознания. И нет вот этого. То есть ты не понимаешь, в какой момент нужно расширить, чтобы пришло вот это вот щёлканье. А, всё, да, поняла, понял. Поэтому такие вещи очень просто проще прорабатываются на ретрите. Когда уже идёт убирание границ и нахождение себя. И я ещё скажу, ребята, такую вещь, может быть, для кого-то это будет секрет. Но у нас, может быть, я даже сделаю по этому поводу ретрит. Эфир. Эфир. И именно по тому вопросу, что мы очень часто застреваем в 10-летнем возрасте, в 7-летнем возрасте, в 12-летнем возрасте. Мы застреваем в том возрасте, и у нас не наступает процесса взросления. То есть наше тело, нашему телу, например, паспортному телу, там, например, 40 лет, да? А по факту я застрял в определённых ситуациях 10-летней. И у нас идёт вот это вот стирание несоответствия вот этих вот шестерёнок. У нас идёт стирание тела, потому что старения тела не бывает. Потому что нет взросления. И когда мне очень часто задают вопросы, я не могу найти себя, я не могу найти то, что... Своё предназначение, я не могу найти то, что мне нравится, ребят, а ребёнок и не может найти то, что ему нравится. То, что ему нравится, может найти взрослый, зрелый человек, взрослая, зрелая Личность. И только поэтому, потому что вы не отслеживаете... То есть мы любим же прорабатывать только какие-то поверхностные вещи, а внутри туда залазить очень тяжело, глубоко залазить очень страшно, очень тяжело. Где-то не хочется вскрывать какие-то моменты, потому что ты не понимаешь, как их... То есть ты их вскрыть можешь, и что ты с этой открытой раной будешь делать, ты не понимаешь, как с этим работать. Поэтому проще туда вот это вот закрыть. И поэтому мы живём без взросления. Мы проходим стадию, мы из стадии ребёнка, мы остаёмся там на этом стадии ребёнка. Очень часто дети берут на себя ответственность за взрослых. То есть меняются ролями. Папа, мама, я. Например, там ребёнок начинает выполнять функцию папы или функцию мамы. Неосознанно. То есть мама маленькая девочка становится, а ребёнок, чтобы не обидеть её, чтобы там мама не расстраивалась, ещё что-то, берёт на себя неосознанно функцию вот этой вот мамы. И в результате он становится взрослым, когда уже там 40 лет, там 30 лет, неважно. Он остался в развитии на 10 лет, и он всегда думает, что он взрослый. То есть он не прошёл вот этот вот процесс взросления. Именно поэтому у него многие вещи его просто вот... За что бы он ни взялся, всё не то, всё не так. Вот это вот не получается, сюда не хочется. Там это всё не то. То есть в какие-то вот моменты, бывает, вот возьмёшься за что-то, вроде горит. Буквально там некоторое время, там короткое время, и всё, и ты уже понимаешь, что это не твоё. И ты не знаешь, где твоё. И когда... Уйди. Нет. И когда ты не знаешь, где твоё, ты не можешь, ты начинаешь, у тебя просто начинают опускаться руки, ты не понимаешь, где собака взрыта. Ты не понимаешь этого момента, потому что у тебя нет этого осознания, а где копнуть. И как раз на ретритах в Питере будет встреча 10-11 декабря. И там я ребятам покажу эту методику, как можно себя раскопать. По крайней мере, если нет специалиста, можете попробовать самостоятельно это сделать, прямо с года, с года своей жизни и до сегодняшнего момента. Понимать, на каком моменте вы остановились. Чтобы знать, откуда вам начинать своё взросление, чтобы ваши все жизненные пазлы для вашего комфортного существования всё это воплотилось. Ну и, конечно же, глубокий ретрит, я его в ближайшее время делать не буду, он будет только в марте. С 3 по 7 марта. Вот, ребят, поэтому если у кого-то есть желание, то там. И с каждого ретрита, видимо, всё больше и больше вот этих вот осознаний, всё больше и больше этих знаний. Поэтому там, возможно, будет у нас ограниченное количество людей на следующем ретрите, потому что там, видимо, будет у нас ретрит взросления. Когда мы взрослеем с самого начала, с самого детства, прорабатываем с года, то есть там будут определённые занятия, и мы будем взрослеть, то есть понимать, почему у нас не складывается определённый пазл. Это очень важно. Но это очень такая долгая, кропотливая работа, поэтому там, скорее всего, будет ограничение в количестве народа. Вот, у вас сколько вопросов, давайте я почитаю. Блин, почему блин, не понимаю. Александр, хорошо, как вынимаем избавиться от хронических заболеваний? Ребят, я вам в двух словах не скажу. Вот, как избавиться от хронических заболеваний? Во-первых, вы подумайте, а готовы ли вы жить без этой хронической болезни? Что вы будете делать? Чем вы себя займёте? Потому что, когда человек говорит, я хочу вот этого, а по факту он даже не осознаёт, чего он хочет. А что ты хочешь? Что ты будешь делать без этого? Чем ты себя займёшь? Как ты себя будешь реализовывать? Как ты будешь получать те плюшки без этой болезни, которые получал за счёт этой болезни? Там очень много подводных камней, и на самом деле это не просто так, раз и всё, ты выстегнул, тебя пошло, понесло. Нет, там очень много всего нужно прорабатывать. Именно поэтому, когда люди приходят и говорят, вот я уже с этой стороны зашёл, я уже с этой стороны зашёл, я уже так посмотрел, так посмотрел. И всё равно идёт вот эта вот болезнь, она всё равно ко мне возвращается. Либо что-то подобное. Потому что ты не понимаешь, как жить без неё, ты не понимаешь вот этих вот подводных камней. Откуда она у тебя появилась? Ведь мы своей болезнью вытаскиваем определённые вещи. Где она у тебя застряла, на каком этапе развития ты в неё зацепился, на каком этапе развития тебе стало с ней хорошо, что ты принял, что через эту болезнь у тебя будет реализация определённого этапа твоего восприятия. Внимание не удаляй и не напитывай. После она исчезнет, как перестанешь кормить. Ай, не поняла. Не думать вообще. Так, Степан. Ладно бы паспортному телу много лет. Проблема в том, что много лет биологическому и в социуме я уже могу якобы-то это подорвать и так далее. Я что-то запутался уже. Чтоб не путаться, ребят, приезжайте на личные встречи, на личные проработки. Там уже вы не запутаетесь. Рада видеть тебя. Ой, Ксюшенька, привет. Привет, моя девочка красавица. Прям твои ролики очень красивые все. Вот, ребят, вот такой вот коротенький эфир. Буду рада обратной связи, чтобы посмотреть, что интересует. Какие вопросы, какие вопросы бы хотели раскрыть. Не все вопросы, ещё раз повторюсь, я не все вопросы могу раскрыть в прямом эфире. Потому что некоторые вопросы, они требуют подвопросов. То есть, чтобы наводящие вопросы, чтобы я понимала, где вот эта вот есть просадка, чтобы её вытащить. Чтобы вот этот вопрос просто вот как по маслу раз, и вы поняли, о чём я говорю. Это очень важно. Раздвоение личности. Что это значит? Как определить раздвоение? Раздвоение или я опора и я агрессирую, я больна? Немножко не поняла вопрос. Раздвоение личности. Раздвоение личности. Раздвоение личности это, если мы не говорим про, именно про болезнь, про... Про шизоидное восприятие, да? То раздвоение личности нужно понимать, что ты имеешь в виду. То есть, есть понимание медицинское, когда раздвоение личности. То есть, у тебя одна личность сменяет другую моментально. И это не соответствует твоему мумивиру восприятию. Если мы говорим о том, что ты ходишь то в одно состояние, то в другое, и ты чётко понимаешь, что вот здесь вот у тебя агрессия, пусть даже ты её понимаешь, что она не твоя. А там уже другие какие-то процессы идут. Там, например, тут через час ты уже хохочешь там или ещё что-то. Это про другое. Сама смогу справиться. Ну, вы совсем сможете справиться. Вообще все могут совсем, как, где вход, там и выход, ребят. Просто нужно понимать. Вы иногда, бывает, что входим в определённые состояния, в определённую разбалансировку себя, что действительно очень сложно вот из этой разбалансировки выйти в этом уровне сознания, в котором зашли. То есть, вы зашли же в этом уровне сознания. Вы уже тут, в этом уровне сознания. У вас такое сознание, что вы туда зашли. Если вы хотите оттуда выйти, то вам нужно изменить ваш уровень сознания, расширить, углубить. И как только вы начинаете с собой работать, то, конечно же, вы можете это всё сделать самостоятельно. Но мне кажется, я очень много даю открытой информации, прямых эфирах. В принципе, где можно, если будете там как-то себя копать и очень много спикеров, то вы можете это сделать самостоятельно. Если хотите, чтобы вас это быстрее кто-нибудь прощёлкал, то есть другие специалисты, которые очень быстро вас выведут на определённый уровень сознания себя. Никогда не отрицайте чью-то помощь, чьи-то навыки. Если у вас есть возможность, чтобы вам кто-то помог, это намного будет проще и экологичнее для вас. Ребят, поверьте, просто я сама себя отчёлкивала, не потому что мне так было удобно. Я сама себя отчёлкивала, потому что не было того человека, кто бы это сделал. Светлана, подскажите, пожалуйста, где можно узнать о встрече в Питере 10-11 декабря. Напишите мне, пожалуйста, в личку в Телеграм. У меня в личку в Телеграм. Сейчас я попробую написать, если не стерут. Вот так вот у меня... Так вот я звучу в Телеграме. Love Lana. Вы меня находите? Я вам скину контакты тоже в Телеграме Кристины. Она организатор. Она скажет, где это будет, сколько это будет стоить. То есть все эти моменты она вам проговорит. И воду, конечно же, рады вас видеть. Кто не может приехать, то присоединяйтесь на марафон. Марафон будет уже 6 декабря. Будет запускаться. И на марафоне мы, видимо, тоже, насколько это будет возможно, разберём тоже стадию восприятия себя, где вы остановились, почему у вас не проходит дальше, где у вас затык отойдёт. То есть эти моменты мы тоже проработаем. На марафоне. Поэтому если у кого-то нет возможности приехать, чтобы лично пообщаться, то, конечно же, на марафоне. Присоединяйтесь, ребят. Буду заканчивать. Да, я не люблю такие длительные, длительное раздувание того, чего не существует. То есть я вам сказала, я вам всегда буду говорить эфиры, мне очень приятно, когда я вам даю направление. Потому что когда я полностью разжёвываю что-то, то вы уже воспринимаете это не так, как бы вы интерпретировали через своё мировосприятие. А если я вам просто даю направление, говорю, я вот так вот шла. Если вам интересно, попробуйте вот так. И вы когда додумываете через призму своего понимания, то у вас тогда идёт абсолютно другие осознания. И я просто, я кайфую, когда вы мне начинаете писать, и говорят, что вот эту ситуацию проработали, вот здесь вот вышли из этой ситуации, вот это вот помогло. Я просто, я именно для этого вам всё это и рассказываю. Обнимаю вас всех с огромной, с огромной благодарностью крепко-крепко-крепко. Всем пока. Присоединяйтесь.